Билл Гейтс написал свою первую компьютерную программу в 13 лет, а основатель ватсапа Ян Кум в школьные годы мыл полы в продуктовом магазине за 4 доллара в час. Как сделать первые шаги к успешной карьере калининградскому школьнику? Подробности далее. Дети должны понимать, что они должны зарабатывать деньги, научиться хотя бы этому процессу, потому что много молодых людей, они не знают откуда берутся деньги. И как жить? Все-таки они должны понимать. Если мой ребенок захочет подрабатывать летом, пожалуйста, да. Но сначала нужно получить высшее образование. Если подработать, то подработать можно летом, когда каникулы, если они желают этого. Чем раньше начнут работать, тем более ответственными станут и поймут цену денег. Конечно, ну там то же самое, да, вот мне 21, да, я вот уже, ну живу отдельно, да, у родителей деньги не прошу. То есть я работаю давно и как бы, ну, привыкаешь к тому, что сам себя обслуживаешь, так же ты там, ну, сам себе там захотел в магазин сходить, да, не просишь у кого-то деньги, сам все свое тратишь. И знаешь там, да, как-то, ну, бережно начинаешь к деньгам относиться. В советское время летний досуг детей был поставлен буквально на поток. От огромного выбора бесплатных секций и кружков до доступных пионерских лагерей, где ответственность за подрастающее поколение брало на себя государство. Но и любой детский труд, кроме помощи на бабушкиной даче, был не только запрещен, но и порицаем передовым советским обществом. Сейчас же подростки вынуждены быть предоставленными самим себе. Единственным детским досугом стал интернет и банальные компьютерные игры. Но есть и те, кто сознательно свои законные летние каникулы тратит с пользой для себя и зарабатывает вполне реальные деньги. Никита начал работать с 16 лет. Поначалу помогал отцу на стройке, а потом пустился уже в свободное плавание и устроился в ресторан официантом. Появилось желание не просить у мамы денег, самому зарабатывать. Вот за лето я поставил себе цель накопить на новый телефон, уже цель почти выполнена, хотя пол лета только прошло. Есть ли организации, помогающие найти работу молодым людям? Ответ – да. В основном этим заняты некоммерческие организации и одна из них – российские студенческие отряды. По законодательству Российской Федерации с 14 лет есть возможность любого гражданина быть трудоустроенным и работать. Но для несовершеннолетних есть определенные ограничения, связанные с спецификой труда, чтобы это был легкий труд, не безопасный. Мы, российские студенческие отряды, как раз одна из таких организаций. Мы являемся общественным объединением молодежным и наша задача – это содействие трудоустройства молодежи в различных отраслях экономики. Подобные организации найдут проверенных работодателей, помогут заключить договор и сделать работу юридически безопасной. Ребята работают проводниками на железной дороге. Профильные студенты заняты уже на серьезных подрядах, согласно будущей специальности, а также персоналам гостиниц и ресторанов. Мы формируем коллективы трудовые, и ребята там целой командой отрядом, по сути, уже сформированно выезжают к работодателю для работы. Работа или отдых? А возможно ли совместить и то и другое? В этом непростом вопросе, независимо от возраста. Главное – помнить про трудовой договор. Именно этот документ гарантирует, что ваше лето останется оплачиваемым. Денис Кюникшверт, Екатерина Калиниченко, служба новостей город.